К нашему эфиру присоединяется Рифат Чубаров, глава Меджлиса Крымско-Татарского народа. Рифат Ага, рады приветствовать вас. Здравствуйте. Добрый день всем. Европейский суд по правам человека 25 июня объявит вердикт Большой палаты суда по делу Украина против России. Я напомню, что дело базируется на трех жалобах, которые Украина подала в ЕСПЧ. В 2014, 2015 и 2018 годах Киев обвиняет Россию в грубых нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. В чем суть обвинений и каков по-вашему будет вердикт? Действительно, три иска объединены в один иск. И это объединение состоялось в декабре 2020 года, когда ЕСПЧ признал иски Украины приемлемыми, то есть под его юрисдикцией. И более того, тогда же суд подтвердил, что контроль территории Крыма Российская Федерация осуществляет с 27 февраля 2014 года. Я напомню вашим зрителям, что Россия просто отчаянно пыталась, чтобы решение было таковым, что Россия как будто бы пришла в Крым после референдума. Ну, де юре пришла в Крым, и вот собрался некий народ, провел референдум. И после, ну, с 20 февраля Россия как будто бы уже приняла те решения, которые она называет присоединением Крыма. Однако суд четко сказал 27 февраля, то есть это в тот день, когда Россия в открытую демонстративно вторглась войсками на территорию Крыма. Крыма вышла, вывела войска на площади, на улицы крымских городов и поселков. И таким образом России не удастся избежать ответственности за многие и многие преступления, которые были совершены от промежуток между 27 февраля и до 20 февраля. Я уже не говорю последующие преступления, которые совершаются вот уже на протяжении 10 лет. В этих исках было очень много указано, но все, конечно, опиралось на нарушение Российской Федерации Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Это Европейская Конвенция. Правда, здесь надо заметить о том, что Россия в марте 2022 года с началом полномасштабного вторжения на материковую часть территории Украины была выведена и была исключена из Совета Европы. А чуть позже, в сентябре, она была также выведена как сторона Европейского Суда по правам человека. Но Россия так думает избежать ответственности, но ей это не удастся. Там все. Там и насильственное похищение людей в Крыму, убийство людей, принудительная паспортизация, целенаправленные репрессии против крымских татар. Практически нет таких нарушений, нет таких статей, конвенции, по которым бы в этих исках не обвинялась бы Российская Федерация. Мы с нетерпением ждем решения суда, которое будет оглашено 25 числа. Крымская солидарность уже 8 лет защищает права крымчан, противников российской оккупации. Не так давно была годовщина со дня создания этого общественного объединения. И за эти годы его деятельность, работа вышла далеко за рамки какой-то юридической или правозащитной. Скажите, а что изменилось в работе с началом полномасштабного вторжения России? И на чем сейчас основной акцент работы активистов крымской солидарности? Ну, тут следует говорить о том, что с захватом Крыма карательные органы российских оккупантов в первую очередь направили свои репрессии против национальных институтов крымско-татарского народа. И прежде всего, Меджлиса крымско-татарского народа. Это представительный орган коренного народа, который избирается на сессиях хурултая крымско-татарского народа. И в 2016 году, в апреле, Россия запретила деятельность Меджлиса, назвав ее, признав эту деятельность экстремистской. Верховный суд России принимал такое решение. И, соответственно, после этого крымско-татарская общественность включила тот опыт выживания крымских татар, который был накоплен еще годы СССР, когда весь народ находился в изгнании. Вообще у крымских татар это традиция, когда есть такие актуальные проблемы, которые требуют срочного решения. Или объединение усилий крымские татары создают инициативные группы, объединения, ассоциации. Они могут быть тематическими. Скажем, организации по вопросам крымско-татарского языка, родительские организации. В данном случае крымская солидарность – это организация общественных активистов, участников крымско-татарского национального движения, которая была направлена на то, чтобы помогать семьям, и самим узникам Кремля, людям, которых незаконно преследуют, лишают свободы по заранее сфальсифицированным уголовным делам. И у них есть дети. Много проблем, у которых есть в семьях политзаключенных. И вот начавшись с такой инициативы, разумеется, крымская солидарность приобрела дальше и очень заметные успехи и в освещении этих репрессий. Здесь возникло целое направление, как гражданская журналистика. Сегодня крымская солидарность, основная ее деятельность – это доносить к всему миру о тех репрессиях и беззакониях, которые творятся в оккупированном Крыму. Разумеется, после полномасштабного вторжения российских войск на материковую часть Украины после февраля 2022 года стало намного сложнее, если не сказать прекратились практически возможности для постоянного взаимодействия с международными правозащитными организациями. Но есть еще другие нюансы, о которых я не очень хотел бы говорить, поскольку все эти люди живут в оккупированном Крыму. Рифат Аган, вернемся к истории с Керченским мостом. То есть, как его только не называли. Там и фетиш для Путина, и символ «Крым наш». С военной точки зрения логистический путь, хотя по последним данным недостаточно надежный, что и россияне признают. Ну и еще я слышал такое мнение, что зачем его разрушать, мол, достаточно только контролировать. Это путь из украинского Крыма на Кубань, где более половины населения этнические украинцы. Что для вас Керченский мост? Ну, я начну с последнего. Но я думаю, что, я не ошибаюсь, у нас, у украинцев, у Украины как государства, нет таких экспансионистских намерений против своих соседей, и в том числе и в отношении страны-агрессора. Разумеется, мы исходим из того, что восстановим свою территориальную целостность, и российское государство обязательно понесет полную ответственность и наказание за совершенную ее политиками, руководителями, гражданами преступления на территории Украины. Разумеется, мы надеемся на то, что Российская Федерация дальше будет развиваться как демократическое государство, хотя я лично в этом очень большой пессимист, если она будет сохраняться в ее ныне существующих границах. Но это уже отдельный разговор, возвращаемся к Керченскому мосту. Разумеется, Керченский мост исполняет роль транспортной артерии, и он, в общем-то, для этого и строился. Но в то же время усилиями российских политиков, прежде всего диктатора Путина, этому мосту как бы придана еще такая, знаете, какая-то такая сакральная роль, какой-то роль фетиша какого-то. И многими в России сам мост воспринимается как подтверждение якобы российского Крыма. И, соответственно, с моей точки зрения, и как объект транспортной инфраструктуры, и как некая такая моральная скриппа в больных головах российских политиков, этот мост должен быть снесен. Он должен быть снесен в обязательном порядке. Он строился незаконно, без всякой экспертизы, и он осуществляет роль инструмента для укрепления российских оккупантов Крыма. Но и для того, чтобы снести один из таких, знаете, символов российскости Крыма, как все памятники, которые они воздвигли на территории Крыма, которые якобы должны подтверждать величие России, они должны быть снесены. Мост должен быть снесен. Ну а люди, которые незаконно въехали, граждане России, на территорию оккупированного Крыма, также должны быть из нашего Крыма выселены. Они должны сами уехать. Не должно быть присутствия, знаете, российской оккупации Крыма на территории Крыма или в акватории Черного Азовского моря, которые прилегают к Крымскому полуострову. Оккупационные власти Крыма сейчас резко активизировали рекламу контрактной службы в российской армии. Пишут, что новый министр обороны Российской Федерации увеличил план набора контрактников именно в Крыму. Скажите, а вот много ли желающих, да, и как считаете, у российских властей есть проблемы с выполнением вот этого госзаказа? Если говорить исключительно по оккупированному Крыму, разумеется, у них есть проблемы. В Крыму ресурс человеческий, на который они хотели бы рассчитывать, уже давно исчерпан. Я имею в виду тех людей, которые соблазнились этими деньгами, подписали контракты, или есть и такие, их, правда, не так много, но, тем не менее, они есть, которые решили, что их миссия состоит в том, чтобы защищать Россию и сами добровольно призвались в российскую армию. Таких людей в Крыму уже практически нет. Хотя агитацию для вступления в российскую армию, для подписания контрактов, агитация, она продолжается в Крыму днем и ночью. Все телеканалы заполнены различного рода роликами. Они даже пытаются учитывать этнический и религиозный характер, фактор в Крыму делают эти клипы. И поэтому, как говорят эксперты, видимо, такая же ситуация на территории, собственно, самой России. И эксперты говорят о том, что непосредственно диктатор Путин оттягивает максимально, насколько возможно, объявление новой волны, всеобщей мобилизации. Но, видимо, все-таки к осени такой мобилизации России не избежать. Но я скажу, что буквально днями в Крыму они еще пытаются включить вот в агитацию с ожиданием людей, которые соблазнятся, жен и матерей военнослужащих. Я обратил внимание, что они делают такие перебежные фотовыставки, которые так и называются «Жена и мать героя». И вот на этих фотоплакатах женщины, это или матери, или жены, тех, кто уже находится на территории Украины в составе российской армии и убивают, в общем-то, наших граждан. Вот эти близкие к этим российским солдатам женщины, они агитируют с этих плакатов новых людей, новых жертв вот в эту войну. Ну, это цинизм уже, конечно. И мне говорили о том, что как только кто-то из изображенных на плакате, ну, как только солдат погибает на войне, то плакат женщины, которая олицетворяла своего сына или мужа, ее плакат заменяется плакатом пока еще здравствующего российского солдата. Вот такие формы агитации в Крыму. И Фатага, вот вы в нашей беседе сказали, если Россия будет в своих нынешних границах. В одном из своих интервью вы как-то заявили, что деколонизация России, обретение порабощенными народами независимости, создание собственных государств, это единственный путь к краху империи. Вот скажите, а почему крымские татары могут бороться? Уже 10 лет противостоят оккупантов с 2014 года. А вот народы Башкирии, Дагестана, Бурятии смирно идут на убой в развязанной Путиным войне. Ну, я, конечно, и скажу из того, что десятилетиями, и особенно с того времени, когда Путин пришел к власти в России, мы будем говорить с начала 2000-х годов, нулевых, политика центра, политика Москвы была направлена на подавление всех таких национальных движений в республиках, любых движений, начиная от тех, от людей, которые объединились с целью защиты и развития родного языка, или экологов, вот как Башкирии, за сохранение окружающей среды. Все это было подавлено, разрушено, и при этом, и мы видим, Москве удалось привести на этих национальных территориях в субъектах России таких из представителей этих же народов, своих помощников или слуг, которые им в этом очень помогали, как в Чечне, как в Башкирии, да и в Татарстане. И поэтому здесь фактор, конечно, то, что Путин системно и в течение вот уже двух десятилетий он репрессирует национальные силы, национально-демократические силы этих народов. Что касается крымских татар, просто мы имеем такую трагическую свою историю, мы почти что полстолетия, 45 лет выживали в изгнании вне своей земли. Это просто, чтобы кто-то хотя бы подумал на секунду, весь народ вне своей земли, и ему надо сохраниться. И поэтому, конечно, вот в те годы, в те десятилетия, благодаря нашим старшим, нашим отцам и еще более старшим людям у нас, конечно, вот такая воля сконцентрировалась. Рифат Ага, спасибо. Всегда рады вас видеть на Фридом. Рифат Чубаров, глава Меджелеса Крымско-Татарского народа был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Фридом, чтобы не пропускать главного.